Как быть, если хотелось бы простимулировать фосфатно-калийным удобрением на цветение, ведь сейчас именно время для того, чтобы орхидеи закладывали цветоносы и зимой нас радовали пышным цветением. Но, допустим, у кого-то еще не включили отопление в квартирах и очень холодно, или же, знаете, все-таки короткий осенний день, недостаточно света, подсветки, и орхидеи затормаживаются в росте. Они не так много уже потребляют воды, как это было жарким летом. И я, к примеру, полила орхидеи, ну так примерно, да, скажем, 3 недели назад. Вот, но смотрю, что, грунт еще влажный и корни зеленые. Поливать такие орхидеи нельзя, иначе вы рискуете погубить орхидею. Корни могут просто-напросто задохнуться там в воде и сгнить. Что же делать в таком случае? А в таком случае можно или обрызгивать орхидеи по листьям, или же протирать их с помощью салфеточек или ватных дисков. Именно это я сейчас и буду делать. Заодно вот здесь принесла некоторые орхидеи, чтобы вам показать динамику на некоторых из них, которые уже были героями моих видео. И хочу снова вернуться к этим орхидеям и показать, что с ними происходит. Сделаем раствор для того, чтобы обработать наши орхидеи. А может быть даже какие-то я полить, сейчас буду смотреть, какие нуждаются в поливе, а какие нет. Итак, здесь у меня литр воды, такая тепленькая, приятная водичка, не холодная, не горячая. И у меня есть такое вот удобрение, которое называется монокалийфосфат. Кстати, такое удобрение будет не только стимулятором на цветение, но и как профилактика от грибковых заболеваний. Так обещает производитель. По таблице, по инструкции, нужно на 10 литров воды 15 грамм. У меня литр воды, даже меньше, поэтому я возьму 1 грамм. У меня здесь меньше, чем 1 литр. 1 грамм. Как я буду отмерять? Я взяла такой шприц для лекарства. Дозатор такой для сиропа лекарства. И срезала донышко. Получилось такое вот устройство, помпочка. И смотрите, очень легко можно установить. Вот 1 миллилитр, 1 грамм. Это 1 грамм. Я насыплю сюда. А, вот так вот, да. Вот сюда вот насыплю сейчас это удобрение. И размешаю в воде. Итак, вот смотрите, видите, я насыпала. Вот видно, что этот порошочек. Теперь я его высыпаю. Полностью и размешиваю. Здесь в составе этого удобрения фосфора 54% и калия 34%. Что остальное мне написано. Ладно. Кстати, я только что прочитала в инструкции к этому удобрению, что оно используется именно как вне корневое. То есть, даже по корням его как бы и нельзя применять. Только по листьям опрыскивать. Ну что ж, опрыскивать я не буду. Я не люблю опрыскивать свои орхидеи. Потом нужно вымачивать пазухи. Мне так проще вытереть листья. Тем более, знаете, кому-то релаксирующим считается у кого-то пересадка орхидеи. Ковыряться в корнях или укладывать мозаикой кору в горшочке. А для меня большим таким релаксирующим действием является протирание листьев у орхидеи. Я их все рассматриваю, проверяю, в каком у меня состоянии. Итак, вот я беру ватный диск. И еще хочу сказать о новичках. Ну, опытные уже цветоводы знают, что нельзя одним и тем же ватным диском протирать листья у всех орхидей. Потому что мы можем или насекомых перенести с одной орхидеи на другую, или какое-либо заболевание, даже вирус. Поэтому один диск на одно растение. Иначе я, наверное, не знаю, как поступиться к этой орхидее. Это у меня Гоя орхидея. Она неоднократно была в моих видео. Очень люблю эту орхидею. Тем более, это подарок моей подруге, которая уехала сейчас в Германию, живет. Она мне очень много своих растений отдала, и орхидеи в том числе. Но дело в том, что из всех орхидей, которые я у нее забрала, после того, как она уехала в Германию, только эта орхидея осталась. Поэтому она у меня очень дорога, как память. И вообще очень красивая эта орхидея. Она очень большая, очень такая шикарная. Я делала ей пересадку полтора года назад. Но у нее очень шикарно растут корни. Посмотрите. И если помните, кто постоянно смотрит мое видео, я решила вот так вот добавить горшок. То есть, срезала верхушку другого горшка и приклеила скотчем. Но корни, сейчас покажу вам. Вот в посадке. Вот посмотрите. Тоже растут раскупленные кончики. Очень-очень много корней. А кто видел мою пересадку, это орхидея. Видно раскупленные кончики. Наверное, даже помните, что у нее было столько много корней. В донышко проросли корни, что я не смогла вырезать донышко. Мне было жалко корней. Я вырезала донышко и положила его, посмотрите, сюда в посадку. Вот оно. Оно так и лежит вместе с корнями здесь. И вот так вот закрутила корни вокруг этого добавленного кашпо. И ей очень это нравится. Корешки здесь замечательно себя чувствуют. Они как бы и воздушные, да, постоянно светлые. Но вот они не теряют тургор, корни не теряют упругость. То, что вот этот лист поломан, это еще одна память о том, что она упала у меня. Упала, переломала много листьев. Правда, эти листья очень многие уже я убрала. Вот один лист остался поломанный. За год она нарастила вот такую вот макушку. Столько листьев. Остальные уже она сбросила. И, о радость, она растет цветоносик. Но надеюсь, он будет не один. Надеюсь, что будет еще один цветонос. Но она растет шикарными цветоносами, такими большими каскадами. И вот сейчас я не буду протирать листья. Потому что в посадке, как бы еще влага есть, я вижу, корни влажные и не нуждаются. Иногда я могу по поверхности сбрызгивать корешки, которые лежат на грунте сверху. Обязательно надо протирать листья. Обязательно надо протирать листья не только с внешней, но и с внутренней стороны. Вот обложка, так скажем, да, вот эта вот часть. Потому что именно здесь находятся устицы растений. Ими она поглощает питательные вещества. Дышит тоже. Поэтому мы их протираем, чтобы она хорошо дышала и питалась. Коричневый порошок в пазухах – это молотая корица. Корица, кстати, она, некоторые говорят, она гниет. Ничего она не гниет. Потому что я ее не мочу, эту корицу. Во-первых. Во-вторых, это у меня натуральная. Я покупаю в палочках и сама измельчаю ее в порошок. Именно целоска корица. Я смотрю, что так будет слишком длинное видео, если я буду на каждой орхидеи останавливаться. Подробно. Единственное корица пока что в моей коллекции. Но я думаю, что я буду пополнять коллекцию корица. Потому что мне очень понравилось наблюдать за их ростом. Мне нравятся очень эти пластиковые листья. Вообще они такие упругие. Красивые. Бульбочки напитанные. И посмотрите. Эта красавица, которая этой осенью у меня очень часто мелькает в моих видео. Она выпускает цветонос. Вот уже на такой стадии. Хочу зафиксировать. Бывают котлеи, которые сначала выпускают чехол, в котором формируется их цветонос. Потом чехол этот прорывается и орхидея цветет. Но бывают и такие орхидеи, которые растят цветонос сразу же. Это последняя бульба, которая начала расти летом. Посмотрите, видите, она намного больше предыдущей. Вот эта бульба, которая была весной. Смотрите, видите, она коротенькая. А это намного больше последней бульбы. И, конечно, я очень рада, что я ее не срезала. Потому что, кто помнит, я увидела у нее вот этот в основании. Такой, как будто бы, как гниль начинающийся. Я обработала метронидозолом. Это основание. Это, наверное, резома, да? Так вот растет. И засыпала корицей. И она выпустила кучу корней. После этого вот продолжают растить корни. И цветонос. Ну, конечно, тоже я протру ей листья. Поливать думаю, что не надо. Там еще влажная. Я так вижу по корням, которые уходят в грунт. Они влажные. Поэтому я просто протру листья. И бульбы. Наверное, остановлюсь еще более подробно на двух орхидеях. Это Каода. Очень хорошо себя чувствует. Кстати, это орхидея, которую, в принципе, можно полить. Видите, у нее уже просох и грунт, и корни тоже сухие. Ее я сейчас пролью немного. И корни у нее растут замечательно. И листочек растет. В принципе, ну, как бы, это неестественно для осени. Обычно орхидеи растят в это время цветоносы, а не корни и листья. Но из-за того, что было очень жаркое продолжительное лето, и осень, сентябрь весь был очень жаркий, и всего лишь только недавно началось понижение температур. Я думаю, именно из-за этого орхидеи все еще продолжают расти и расти корни и листья. Но мне кажется, что все-таки там что-то, видите, проклевывается. Я надеюсь, что это цветонос. Еще трудно сказать. Только я сегодня увидела это. Ну, если будет корень, тоже неплохо. Ну, давайте мы ее польем калийно-фосфорным удобрением для цветения. Порадуем ее корешки. Почему все-таки, хотя в это время написано, что для обрыскивания, не для корневой подкормки. Но вы ведь знаете, что у орхидеи не такие корни, как у обыкновенных растений. У орхидеи корни... Орхидеи это эпифиты. И корни у этих орхидеи также принимают участие в фотосинтезе и в дыхании орхидеи. Поэтому то, что мы делаем для листьев, то мы делаем и для корней. Или наоборот. То, что мы делаем для корней, то же самое мы делаем и для листьев у орхидеи. И, наверное, еще на которой орхидеи я хотела бы остановиться. Это на парфюмерной фабрике Диффьюжн. Правильно, да? Наверное, назвала Диффьюжн. Это материнское растение, которое уже само не цветет, но уже сколько лет подряд дает нам деток. В этом году мы сняли с нее две детки. В прошлом году летом также сняли две детки. И буквально через месяц после того, как я сняла две детки у нее в прошлом году, она выпустила новые. И вот в этом году тоже сколько прошло? Ну, чуть больше месяца после того, как я сняла с нее деток. И вот новые детки не замедлили появиться. Здесь вот одна. Видите, вот листочек растет. И там я увидела еще одну почечку. Но даже если будет одна, я этому рада. Так что я желаю тем, у кого еще нет парфюмерных фабрик, заводите. Это настолько шикарные растения. Во-первых, даже без цветения. Они очень красиво выглядят. Посмотрите, какие листья. Великолепными шапками цветет. А аромат на всю комнату. И если даже вы приобрели растение с цветоносчицом и с точки роста, то вас ожидает получение детки от этого растения. И уже даже детки в размере 2-3 месяцев способны на материнском растении зацвести. Так было у меня и один, и второй раз. И, конечно, ей для питания тоже протрем листья. Тем более, что калийные удобрения, именно калий, он идет как защита корней от грибковых заболеваний. И еще плюс, укрепление иммунитета на растениях. Последнее, это уж точно. Последнее, которое я покажу вам, это моя Хани. Посмотрите, какая шикарная. Она сейчас не цветет, но вы посмотрите, это просто дикое растение. Ее листья очень похожи на сенсивьерию. Есть, знаете, сенсивьерия Хани тоже, да? Когда такие вот маленькие листочки, то это вообще это великолепно. Великолепно. Я рада, что она у меня есть в коллекции. У меня есть еще одна Хани, но она у меня на реанимации постоянно, постоянно у нее какие-то проблемы. То корни она сбрасывает, то листья. И она у меня стоит на лечении, на реанимации. А вот эта Хани, конечно, это супер. Все, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, пока-пока.